Всем привет, ребят! Сегодня я захотел поиграть в игру «Это не мой Роблоксянин». Мне она очень сильно понравилась, и я решил, почему бы мне не записать по ней видос. Ребят, мы с вами здесь должны просматривать чек-лист, а точнее список людей, которые сегодня должны к нам сюда прийти. Ну, я вообще не знаю, куда они к нам идут, может, они решили вернуться в семью, ну, в общем-то, неважно. Мы должны чекать визитку, то есть здесь будет написано имя человека, тут еще должен быть официальный значок и также год. Запрос на вход нам понадобится, чтобы посмотреть на кисика и на номер палаты. После этого мы с вами можем чекнуть, где у нас находится человек и кем он является. Если в визитке не нарисован кисик, там не написан тот год, который должен быть, то мы должны с вами ликвидировать этого человека как можно быстрее, потому что это на самом деле бот, он не настоящий. Ну, и для того, чтобы ликвидировать этого бота, мы должны позвонить по номеру 1188. Надеюсь, что я все понятно объяснил и давайте же начинать. Я решил начать со сложного мода, потому что я уже хорошо знаю эту игру и мне кажется, что я хорошо справлюсь. Так, это у нас Jane Witch 2004 апартаменты, давайте с вами ее чекнем. Нам нужно будет еще обратить внимание на ее внешний вид и на номер. Так, окей, это у нас Jane Witch, все правильно, 2004 апартаменты, кисик есть и вот такой номер. 2019 год, да, все подходит, все круто и, в принципе, мне кажется, что она даже не бот, ребят. Ну, прям реально все идеально. Сейчас мы с вами еще проверим вот эти вот цифры, они тоже имеют огромное значение, да, 4215. Все правильно, тут тоже 4215. Только вот, ребят, смотрите, тут она грустная, а тут она улыбается. Все, ребят, вызываем кисика и пусть он забирает эту ведьмочку. Только нам еще надо будет вот так окно закрыть, я совсем забыл про это напомнить. Так, звоним в 1188. Алло, отвечайте, забирайте эту ведьму, она фейк, она не настоящая. Так, да, действительно, привет, кот, и мне дали бейдж, ребят. Ура, спасибо большое. Так, все, пропускаем это все, и вот наш кисик, это желтенький кисик, он забрал эту ведьму и, наверное, посадит ее в тюрьму. Ну, или я не знаю, может, в клетку ее в какую-то засунет, в общем, неважно, ребят. Следующий к нам идет, это Гоблин. Угу, привет, какой же ты жуткий. Ладно, Гоблин Майк, это у нас 2017 год. Только вот, ребята, где ты его кисик? Все понятно, у него нету печати, а значит, что он не настоящий. Даже не знаю, есть ли смысл дальше его проверять и что-то спрашивать. Кисика-то нету. Ха-ха, думал, меня обмануть, Гоблин, а у тебя не получилось. Сейчас-то я кисика позову, и он там сам решит, что с тобой делать. Слушайте, ребята, мы, кстати, с вами неплохо справляемся. Мы уже с вами двух клонов вычислили, и сейчас к нам придет следующий претендент. Это у нас злой Эвил, какой-то очень страшный, я не знаю, демон. Запрос на вход у него есть, печати все есть. Так, окей, хорошо, меня все устраивает. 301 апартаменты, давайте с вами чекнем. Угу, есть такой у нас. Слушайте, ну вообще не похож на клона, меня все, в принципе, устраивает. А нет, ребят, смотрите, год 1929, а нам нужен какой-нибудь 2000-й. После 2019-го. Короче, ребят, мы его просто сажаем в клетку, пусть кисик его забирает. Это клон, он меня чуть не надурил, я реально хотел его уже пропустить. Кстати, а к нам даже никто еще и не приходил нормальный, к нам только боты пока приходят, эти клоны недоделанные. Давайте нам уже кого-нибудь нормального. Так, кисик, все, забирай этого клона, и пусть приходит новый. Ну или это будет не клон, не знаю. О, ведьмочка, а мы с тобой уже сегодня виделись, только мне кажется, что ты уже настоящая. Итак, внешне похоже, 2019-й год, все подходит. Давайте теперь посмотрим запрос о входе, и да, он есть, печать тоже есть, 204-й апартаменты, тут все правильно, 42-15, у нас 42-15, все правильно. Слушайте, ребят, мне кажется, что это настоящая ведьма, и стоит ее пропустить. У нее улыбка такая, какая надо, точнее, наоборот, у нее нет улыбки, короче, все, пропускаем ее, и я надеюсь, что все круто. Так, игра не остановилась. Это означает то, что мы с вами пропустили того человека, которого надо было, ура, и теперь к нам пришел клоун, только вот здесь-то он улыбается, а тут грустит. Короче, ребят, все понятно, это какой-то фейк. Хотя по делу-то он все хорошо, вот только почему-то здесь улыбается, а тут грустит, и можно легко понять то, что это не настоящий у нас клоун, да. 1586, у него улыбка, да, улыбки у него здесь нет, поэтому, ребят, просто убираем. О, звоним кисику. Вообще, мы с вами шикарно справляемся, у нас все пока что получается, и, возможно, мы даже сможем пройти полностью эту игру. Небольшая пауза, успеешь ли ты подписаться и поставить лайк за 5 секунд? Раз, два, три, четыре, пять. Если да, то ты большой-большой молодец, спасибо тебе. Итак, ребят, мы продолжаем искать клонов, пропускать людей. К нам пришел опять демон, у него есть кисик, печать есть, 301 апартаменты. Окей, сейчас чекнем. 2021 год, 42.15, сейчас проверим. Так, 42.15, да, ребят, все верно, мне реально сейчас кажется, что это не клон, и мы его с вами должны пропустить. Но мы же можем еще соседу его позвонить, поэтому, ребят, давайте позвоним в 0301 и проверим, он находится дома или нет. Так, 0301. Только вот, ребят, у него нету соседа, и, возможно, поэтому никто не ответит. Но я думаю, что если никто не ответит, то его явно нету дома. Да, никто не ответил, ребят. Слушайте, мне кажется, что это честный граждан. В списке людей, которые сегодня должны прийти, он есть, причем он здесь первый, у него есть печать, все подходит. Поэтому, ребят, мы его пропускаем и ждем следующего персонажа. Инопланетная девочка. Привет, привет, это ты у нас не фейк или фейк? Так, она у нас есть. Во-первых, в списке людей, которые должны прийти, печать у нее есть, 101 апартамент. Год 2017, это нам подходит, значит, все-таки, ребят, она настоящая, да? 3208, сейчас мы с вами проверим, 101 апартамент, 3208, да, все правильно. Короче, давайте позвоним соседу, спросим, есть ли она вообще в номере. Набираем номер 0101 и звоним. Так, кто-то нам ответит? Соседи, я, конечно, понимаю, что я вам спать не даю, но можете ответить, пожалуйста. Так, миссис Эллен не дома. Окей, ребят, пропускаем тогда эту дамочку, она у нас явно не бот. Следующий к нам приходит, и подождите, ребят, а так должно быть, чтобы у него второго уха не было? А, да, все правильно. Так, 201 апартаменты, он у нас есть в списке. Есть печать, угу, тут тоже есть печать, год 2018, и все подходит. Окей, 201 апартаменты, смотрим, 2819, 2819. Все, ребят, идеально подходит, значит, это все-таки, наверное, человек, ребят. Мы с вами, видите, как быстро стали вычислять, кто человек, а кто бот. Не, реально, ну я уверен, что это точно человек. Хотя сложно сказать, что он человек, просто граждан, да, просто граждан. Так, он по всем параметрам своего лица и внешнего вида подходит, поэтому, я думаю, мы смело его можем выпустить. А нет, ребят, его нету в списке в сегодняшнем людей, которые должны сегодня прийти. Ребят, давайте позвоним по номеру 0201. Это номер от его апартамента, поэтому, ребят, сейчас мы чекнем, есть ли там вообще кто-то дома. Пока что никто не отвечает и никого нету дома. Окей, ребят, окей, даже не знаю, ну, наверное, пропущу на свой страх и риск. Печать есть, все есть, внешность соответствует, поэтому, дядь, иди гуляй. Иди куда-нибудь там, и к нам приходит следующий человечек. Это вампир. В списке его, походу, нет, ребят. Хм, странно. Что-то мне, ребят, сердце подсказывает, что это клон. Так, 2018 год, да, все правильно. Ага, а печати-то тут нету. Я вот даже не буду его дальше проверять. Здесь и так уже все понятно, что это клон, поэтому мы его с вами супер-мега быстро вычислили. И сейчас позвоним к кисику, чтобы он уже его скорее забрал. Это ошибка, то, что он забыл добавить печать, так сильно бросается в глаза. Я почти всегда сразу первым именно на нее и смотрю. Все, желтый кисик пришел, забрал этого человечка, и к нам идет следующий приветик. Угу, это ты у нас настоящий или нет? Давай, признавайся. 2027 год, это нам подходит Фредди Брик. Ага, окей, 201 апартаменты. Сейчас мы его здесь поищем. Угу, действительно, он тут есть. 20-10. А в визитке у нас тоже 20-10. Слушайте, ребят, это очень сильно похоже на настоящего человека. К тому же, он у нас здесь есть в списке. Попробуем позвонить его соседу и уточнить, есть ли он дома, чтобы наверняка убедиться, что это у нас не клон. Так, звоним, и пока нам никто не отвечает. Но сейчас ответили. Привет, какая-то шапка разговаривает. Окей, Фредди Брик не дома. А Фредди Брик, это у нас вот этот вот человечек. Он сейчас с нами, соответственно, не дома. И, соответственно, он проходит. Это у нас не клон. О боже, что это такое страшное идет. Привет, это какой-то зомби. И он реально так выглядит везде, чё? Прикиньте, такого в жизни увидеть. Я думаю, все бы очень сильно испугались. 2015 год, здесь 2012. Значит, он нам подходит. Окей. Живет этот зомби в 101-м апартаменте. Номер 2646. Запомнили. Так, у него страшная гримасса. Окей. Черные волосы, шапочка. Ну, короче, в принципе, все подходит, ребят. Ага, а вот здесь его в листе нету. И что вот мне с этим делать? Ну, давайте у него, может, спросим, почему это его нету в листе. Для этого мы должны нажать на последнюю штучку. Так, все подходит. Кроме того, что его нет в листе. Ребят, смотрите, он разозлился. И мне дали бэдж за то, что я споймал какого-то страшного клона. Ну, тогда мы его запрем. Сейчас позвоним кисику и уберем скорее отсюда. Слушайте, ребят, я только впервые играю в эту игру, а я уже нашел какого-то секретного клона, который меня хотел надурить, но у него это не получилось. Спасибо вам, кисик. Вы идеально выполняете свою работу. Ну, и у меня, в принципе, тоже неплохо получается. Посмотрим, какое у меня получится занять место. О, боже, какой жуткий челик. Он у нас есть в списке? Ага, его в списке нету. 2020 год, роспись есть, но почему, челик, почему ты сюда приходишь? Опа-на, а тут-то росписи нету. Все, ребят, мы его можем сразу смело выгонять. Можно было бы, конечно, его еще помучить, спросить, что там за айдишка, проверить 104 апартамент, но я уже не вижу смысла, потому что у него нету кисика. Нету кисика в листе на вход. Вот, да, вот, смотрите. Ну, короче, все, ребят, пока-пока вот этому челику говорим, пусть его скорее забирает кисик. Как ты мог меня обмануть, челик? Его мало того, что в листе не было, так он еще и роспись не подделал. Ну, короче, да, так себе постарался. Так, кто у нас следующий? И это очень похоже на какого-то ютубера. Это какой-то кракен. 2013 год, еще можно один годик так походить. У него есть роспись, здесь тоже есть роспись. Это очень хорошо. 12.83. 20.3 апартамент. Сейчас проверим. Так, 20.3. Да, действительно, он здесь есть. 12.83. И тут тоже 12.83. Все, короче, ребят, этот кракен подходит. Я даже не знаю уже к чему придраться. У него голубой цвет кожи, ушки и еще глазки такие интересные. Ну, короче, ребят, да, я думаю, что стоит его все-таки пропустить, потому что все у него имеется. На всякий случай позвоним его соседу, потому что мы с вами уже прошли игру и очень не хочется проигрывать. Так, отвечай, сосед. Да, действительно, он отвечает. И кракена нету дома. В таком случае к этому кракену у меня вообще нету вопросов. Можешь проходить. Я тебя прям идеально проверил. Так, к нам пришел опять этот гоблин. Он к нам, кстати, уже сегодня приходил. Только это был бот. Соответственно, наверняка это уже настоящий 2017 год. Все вот эти вот росписи есть. Кисиковые. 6103. Запомнили. Злое лицо. Гоблин лицо. Угу. Хорошо. Я вас запомнил. Значит, все подходит. Ребят, ну что, пропустим его? Я бы, наверное, все-таки позвонил на всякий случай. А то мало ли нас сейчас за скамят так жестко. Гоблин Майк 0303. Окей, звоним в 0303. И если его нету дома, значит, скорее всего, нас не пытаются обмануть. А это значит, что мы совсем-совсем скоро пройдем игру. Гоблин Майк не дома. Хорошо, ребят. Значит, все-таки это он, наверное, скорее всего, настоящий. Потому что придраться мне уже не к чему. Давайте его пропустим. Ой, куда я жму? Все, проходи, гоблин. Пока-пока. Да, удачи тебе там. Опа, ребят. А это мой кошачий собрат. И, кстати, он тоже черненький. Так, здесь у нас 2022 год. Все подходит. Есть, значит, у нас роспись. По лицу очень даже похож. 103 апартаменты. Давайте смотреть. Да, действительно, здесь есть такой кисик. 1222. У него черные волосы, желтые глаза. Ну, короче, все подходит. Все как надо. Ну, и как обычно, напоследок звоним его соседям, чтобы убедиться, что это реальный кисик. Потому что очень сильно можно ошибиться. Очень сильно этого не хотелось бы, ребят. Угу. Он не дома. Хорошо, ребят. Значит, все-таки мы его можем пропустить. В принципе, все подходит, ребят. Кисик точно такой же. Номер тот же. Ну, в таком случае, спасибо, что пришел. И проходи уже скорее к себе там в апартаменты. Опа-на. Это что такое? Жуткий, смотрите-то какой. Ага. Ребята, что-то. А что тут у тебя шарик во рту? Никакого шарика тут нет. Есть росписи. Все есть. 2015 год. Все подходит. Ну, что это за шарик? Ну, невозможно такое, чтобы шарик какой-то был прямо у тебя во рту. Короче, ребят, очень ты плохо сделал вот этот вот челик, который пытался меня обмануть. Потому что, ну, у тебя сразу по лицу видно, что ты не настоящий. Поэтому я тебя прогоняю. И мы супер-мега быстро со всем справляемся. У меня уже очень много вопросов, ребят. Например, когда закончится эта игра. И мне очень сильно интересно, допустил ли я где-то ошибку. Может, я случайно кого-то не того прогнал? Слушайте, ребята, почему никто так долго не идет? Ой, ой, мне дали бейдж. Ребят, я все прошел. И так, клонов я убил 8, Роблоксянов 0. Значит, я все правильно прошел, ребят. Ура, я не сделал ни одной ошибки. И мне дали ранг S. Кстати, здесь можно посмотреть, кто был клоном, а кто Роблоксянином. Но это нам уже не важно, потому что мы с вами прошли игру. Ура! Я немного в шоке, что мы так быстро ее прошли. Я не сделал ни одной ошибки. Я вообще играл в первый раз. Я просто в шоке. Но на таком замечательном моменте мне, к сожалению, приходится закончить это видео. Обязательно напишите в комментариях, понравилась ли вам эта игра. Стоит ли мне вернуться сюда еще. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Там мы с вами играем, общаемся и весело проводим время. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И всем до новых встреч. Пока-пока, ребята!